Северная Корея опять меняет курс. Новости из Пхеньяна всю неделю приходили пугающе. Сначала северокорейцы отказались от встречи с делегацией Южан, а потом и вовсе заговорили о том, что предложения Дональда Трампа, так сказать, по новым отношениям с Америкой, КНДР не устраивают. Многие наблюдатели уже успели сделать печальный вывод, мол, провалилась очередная попытка добиться от Пхеньяна уступок и новых отношений с США и соседями. Но так ли это? Чего на самом деле хочет Ким Чен Ын? И как это воспринимают в Вашингтоне? Разбирался Дмитрий Анопченко. До этой встречи всего лишь месяц. И чем ближе к дате саммита, тем меньше ясности. А по какому сценарию пройдут переговоры в Сингапуре? И состоятся ли вообще? Все торгуются, все набивают себе цену. И это, конечно же, не прибавляет уверенности, что договориться в принципе удастся. Сенсация этой недели. Публикация о том, что Ким может саммит в принципе отменить. Все эти дни репортеры атаковали при службе Госдепа и Белого дома, требуя комментариев. Но в ответ получали лишь неуверенное. Официально нам ничего не сообщали. Мы продолжаем готовить встречу. У нас об этом нет никакой информации. Мы не получали ни официального, ни какого-либо неформального уведомления. Мы продолжим двигаться вперед и планировать встречу между президентом Трампом и Ким Чен Ын. Президент будет готов к встрече. На данный момент мы продолжаем ее организацию. С нашей стороны ничего не изменилось. И они не кривят душой. Чиновникам Госдепа и Белого дома действительно никто ничего не сообщал официально. КНДР всего лишь запустила слухи в прессе, а теперь хранит многозначительное молчание. Набивает себе цену? Несомненно, говорят эксперты. Причем действует зеркально, ведь не так давно и Трамп в одном из интервью якобы случайно обмолвился. Мол, встанет и уйдет, если в ходе саммита увидит, что приехал зря и Ким не идет на уступки. В ответ на эту завуалированную угрозу, штаты получили столь же завуалированный ответ. Мол, не очень-то и хотелось. Если вы так, то мы тогда вообще не приедем. Так что все разговоры о том, что саммит не состоится, это пока что лишь информационное перетягивание каната. Стороны пытаются отвоевать лучшие стартовые позиции. А вот что действительно важно, это те противоречия, по поводу которых ни в Вашингтоне, ни в Сеуле уступать не захотят. Во-первых, в двух столицах до сих пор не договорились о порядке действий. Вашингтон уверен, что корейцы должны добровольно свернуть свои ядерные проекты и лишь потом получат инвестиции и финансовую помощь. А Пхеньян настроен менять уступку на уступку, когда за каждым шагом истощенного санкциями режима должно следовать денежное вознаграждение и немалое. Во-вторых, свою игру ведет Китай. Трамп убежден, что посредники ему не нужны и не хочет ни с кем делить победу, если сделку все-таки заключат. Киму постоянно намекают из Пекина, мол, без нас ничего не получится, мы тоже должны участвовать. Так что пока пресса спорит, будет саммит или нет, в высоких кабинетах обеспокоены вовсе не этим, а тем, как именно при всех этих противоречиях сторговаться бывшим непримиримым противником. Дональду Трампу и Ким Чен Эйну. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.